всем привет сегодня мы будем готовить тортик без муки без сахара с овсяными отрубями я назвала его ореховый тортик для этого мы будем использовать перемолотый миндаль я уже купила готовый и слегка его поджарила на сковородке арахис я его тоже поджарила сейчас я его буду перемалывать в кофемолке отруби овсяные тоже буду перемалывать яйца натуральный греческий йогурт разрыхлитель стевия или любой сахарозаменитель соль и для украшения мы будем использовать у меня такой вот шоколад без сахара и молоко итак начнем первое что нужно сделать это перемолоть овсяные отруби и арахис берем миску перекладывая все сухие ингредиенты в одну мисочку дальше арахис арахис я буду перемалывать порциями по много не кладите вот на 2 разделите это было быстрее если у кого-то возникают сомнения сложности никаких нет перемалывается прям в муку вы знаете если у кого-то аллергия на арахис вы можете использовать только отруби и миндальную муку если у вас допустим только арахис а нет миндальной муки добавьте только арахис то есть вместо того количество миндаля добавьте арахис сюда мы добавляем разрыхлитель и щепотку соли соль в кондитерские вот выпечку обязательно надо положить потому что баланс вкуса сладкого и соленого это всегда должен присутствовать так все это перемешаем теперь нужно отделить белки от желтков и покажу что делаем дальше итак у меня здесь натуральный йогурт желтками слегка взбиваем то есть все просто соединяем чтобы была такая однородная масса и выливаем к ореховой массе все перемешиваем тщательно что все соединилось смотрите здесь будут такие комочки вы все это разбейте чтобы не остались сухие комочки отставляем сторону теперь здесь у меня белки и стевия и нужно это взбить до таких хороших пиков начинаем на маленькой скорости как только образуется пена включаем на максимум буквально полминутки вот такая пена образовалась теперь включаем на всю мощь и взбиваем до такого прям устойчивых пиков покажу вот буквально я взбивала 3-4 минутки и вот такая получилась красота и теперь в два приема вот эту белковую массу нужно выложить к основному тесту вот половину и знаете с такими круговыми движениями снизу вверх нужно это соединить долго не вымешиваете что белки не опали вы знаете если вы боитесь что у вас белки не взобьются я не знаю у меня взбиваются и холодные комнатной температуры самое главное чтобы вот посуда в которой вы будете это взбивать она была не жирная то есть вот я всегда перед тем как выкладывать белки в миску я миску там беру чайную ложечку может 2 лимонного сока и протираю вы можете вот допустим я со стевии взбивала вы можете туда соль добавить то есть ту соль которая добавила в тесто вы можете добавить белки то есть стевию сахара замените в какой вы используете и соль так теперь форма у меня выстилена пергаментом пергамент вы знаете да чтобы он был такой послушный его нужно слегка намочить и вот смять и тогда он как тряпочка ложится я у меня силиконовый но тем не менее в каких-то моментах все равно что-то прилипает поэтому я взяла столовую ложку растительного масла и смазала пергамент форма у меня 20 на 24 выкладываем тесто тесто такое пышное воздушное и вы знаете это прям получается вот торт вот на самом деле прям вкус такой вот такой качественный хороший торт разравниваем и ставим разогретую духовку до 180 градусов значит ставим сейчас на 15 минут потом мы сверху накроем фольгой потому что выпекать мы будем примерно 40 минут и чтобы верх не пригорел мы сверху через 20 минут накроем фольгой все хорошо разровняете ставим 20 минут и так прошло 40 минут пирог наш готов его нужно теперь переложить на решетку и дать остыть чтобы он стал такой тепленький ничего не прилипло все замечательно так он остынет чтобы не был такой горячий чуть тепленький минут 5 буквально в общем он такой же тепленький и я хочу его пропитать молоком вы если хотите чтобы у вас был допустим кофейный вкус заварите кофе сварите или там растворимый и пропитайте кофе но вот знаете он такой ароматные что я думаю что это сочетание будет орехов и шоколада достаточно если вы еще добавите вкус кофе но в общем это на на ваше усмотрение пропитывайте так хорошо тщательно он не будет очень влажный это все впитается он просто не ну как бы не будет такой сухарик так все я пропитала теперь нам нужно растопить шоколад топить его аккуратно не перегрейте потому что если вы перегреете он станет такой крупиночками и больше вы ничего с ним сделать не сможете поэтому ставим или на водяную баню но так чтобы кастрюля была достаточно высокая или при постоянном помешивании шоколада или в микроволновку короткими импульсами по 15 секунд то есть включаете на 15 секунд выключаете достаете перемешиваете не забывайте что посуда нагревается и в процессе того как вы будете топить шоколад тоже посуду не перегрейте вот смотрите вот еще остались кусочки шоколада но остальной шоколад он уже такой теплый поэтому просто перемешайте все и все шоколад готов сюда добавляем молоко все граммы штуки все 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 пропорции под видео в инфобоксе и все тщательно перемешайте до однородной массы пирог наш остыл шоколад готов и это все нужно теперь залить шоколадом и я вот еще смолола арахис сверху я еще украшу молотом арахисом здесь вы можете взять лепестки миндаля тот же молотая миндаль но мне под нравится вот это сочетание очень-очень вкусно и такой знаете достойный тортик если вы приготовить его своим гостям близким никто даже в голову никому не придет что это что-то диетического настолько вкусный просто замечательный получается пирог торт как вы хотите его назвать я бы называю наш тот самый ореховый тортик очень-очень вкусно вот такой пирог у нас торт получился я рекомендую обязательно всем приготовить попробовать это на самом деле очень-очень вкусно всем приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока а